шалом всем добро пожаловать многие здесь находятся в первый раз ли он уже немножко рассказал про нашу общину я хочу коротко рассказать о этом празднике этом дне в которой мы сейчас находимся и этот день он особенный потому что сегодня мы празднуем два праздника и традиции говорят что праздник сухо весь этот праздник в котором мы сейчас находимся он имеет четыре вида радости первый вид радости он состоит в том что мы просто находимся в празднике также как любой день мы приходим собираемся вкусно кушаем общаемся и радуемся это первый вид радости который мы встречаем в эти дни второй вид радости это тот что именно в праздник сухот в последний день восьмой день праздника этот день также называется шмини ацеры то есть восьмой день когда происходит собрание и весь израильский народ он приходил в храм для молитвы для приносения жертв и этот день он особенный потому что именно в этот день израиль он очень сильно приближался к богу именно в этот день израиль приносил жертву за самих себя прошлый раз для тех кто здесь был мы говорили что в праздник сухот в каждый день начиная с первого дня течение всех семи дней израиль приносил жертвы за все народы в первый день праздника приносилось 13 быков за 13 народов во второй день праздника приносилось 12 и так далее с 13 до 7 математики можете посчитать получалось 70 жертв считается что существует 70 народов начальных народов из которых произошли все другие 70 коренных народов это 70 потомков ноя из которых произошли другие народы и за каждый такой народ израиль он приносил жертву прося у бога благословения на эти народы и вот восьмой день когда происходило собрание называлась восьмого дня собрания когда никто не работал все собирались они приносили быка за самих себя это была особенная радость у израиля что они могли вот так вот присоединиться к богу молиться ему и он слышал их молитвы третий вид радости это был праздник в этот день был праздник который также назывался бейт ашеава это можно так перевести когда зачерпывали воду молились очень много о дожде просили благословения на будущий год потому что в то время не было как ли он сказал высоких технологий но люди работали на земле выращивали овощи фрукты и все остальное им было важно чтобы бог благословил землю чтобы был хороший плод чтобы они могли есть жить и радоваться и поэтому одни из главных молитв это была молитва дожде о благословении земли и вот этот вот праздник он был очень особенный бейт ашеава он назывался весь иерусалим он был в свете выносили громадную минору минора если кто-то не знает такой семисвечник и его зажигали он был просто больших размеров он стоял в храме и говорят что не было ни одного места в иерусалиме куда бы ни попадал свет от который выходил из храма потому что все дома они светились была большая радость выходило много священников и левитов в храме они вставали выносили музыкальные инструменты и они просто радовались этот день был великим радость великой радостью и этот праздник радость в нем была намного больше чем в другие праздники это может быть вот в эти вот дни пока что проходил сухот многие из вас на улице иногда вечером или ночь услышали как наши религиозные братья не ходят они поют кому-то это даже спать мешало но они радуются вот эти вот гулянки такие ночные с песнями это в праздник это в память вот этого праздника бейта шиава священник он подходил он зачерпывал воду из специального источника который находился возле храма и он просто брызгал людей они радовались и веселились и четвертый вид радости он как раз особенный он касается симхат тора радость торы мы знаем или может быть не все знают но праздник симхат тора радость торы она не связана с праздником когда была дана это тора потому что тора дарование тора но происходило праздник шавуот и муж и он поднялся на гору к богу этот ему выдал скрижали но когда муж и находился там 40 дней после этого спустился он увидел что израиль развратился и поклонились золотому тельцу муж и поднимается во второй раз он просит бога милости и спускается потом поднимается в третий раз три раза муж и поднимался на гору и вот после третьего раза он вышел с новыми скрижалями это было как раз примерно в это время это было наем кипур который был неделю назад и мы потом продолжим говорить о самой симхат торе но есть одно такое место интересное которое написано в иоанне послание иоанна евангелие от иоанна и шо когда-то пришел на праздник он говорит был великий день был великий праздник восьмой день праздника и он сказал он сказал кто жаждет иди ко мне и пей кто желает у того потекут воды живой воды воды которая никогда не кончается и я хочу чтобы одна из вещей которую мы сегодня будем делать у нас будет молитва в первую очередь это за благословение израиля за благословение того чтобы бог послал дождь и это самая большая радость когда мы можем сидеть в суке и видеть как дождь уже капает потому что именно в это время молятся о дождях мы сделаем такую молитву вторую молитву мы помолимся то чтобы дождь который также является символом святого духа он мог сходить на людей чтобы произошло пробуждение в израиле пробуждение здесь среди людей которые есть и впоследствии мы поговорим немножко о самом празднике симхат тора мы вынесем тору и может быть я даже сейчас лучше скажу что что такое вообще симхат тора как я уже сказал симхат тора это не тот день в который была дана тора симхат тора это тот праздник в которой начинают вновь читать тору вся тора она прочитывается за один год тора это пять книг моисея откуда произошло это об этом нету повеления в писаниях празднуйте такой праздник это праздник не из библии это праздник который вошел в традицию но что было раньше когда-то израиль они читали тору прочитывали всю тору примерно в течение трех с половиной лет и в отличие того что сегодня это прочитывают за год это происходило в израиле в вавилоне было очень много евреев которые были взяты в плен и там была немножко другая традиция там они прочитывали за один год и за этот один год все главы были разбиты на то есть вся тора была разбита на 52 главы в израиле каждый читал в своем темпе то есть ты сегодня мог быть в одной синагоге изучал одну недельная глава но если тебя кто-то пригласил в гости в другой город ты приезжал и тебе говорили слушай подготовь недельное чтение выйди расскажи что-нибудь людям прочитай что-нибудь он говорит хорошо я подготовлю вдруг он приезжает открывает и начинает читать ему говорят ты не там находишься ведь мы совсем идем в другом темпе может быть мы отстали от твоего не от твоей недельной главы на две-три главы а может быть наоборот опередили то есть в израиле не было что-то что шло консистентно но каждый читал в своем темпе как он мог и поэтому примерно брало три с половиной года и вот когда началось большое возвращение с вавилона и наши мудрецы не сказали так не годится мы хотим чтобы в каждой синагоге мог человек прийти и он знал что происходит он знал что читают на эту неделю он знал что читают следующем месяце и через три месяца тогда они адаптировали ту систему которая была в вавилоне разбили это все на 52 главы и каждую неделю сегодня во всей синагоге читают одни и те же места описания и уже нету таких ошибок что кто-то пришел и не знает где находится это происходит не только в израиле это происходит по всему миру любая еврейская синагога ты заходишь и все читают одни и те же места и вот этот вот праздник симхат тора он как раз связан с тем что за год прочитывают весь цикл торы и праздную и начинают заново читать потому что тора она является священным атрибутом в израиле и когда бог давал скрижали для израиля это было что-то особенно с того момента много чего изменилось и из того момента это был как свет который был для всех народов для изменения самого израиля и для изменения многих других и вот тора это что-то прекрасное для израиля что-то особенно которая меняет человека и когда мы говорим, например, сегодня о Новом Завете, то это не просто что-то, что Бог сказал, я с вами заключу Новый Завет, с кем с вами, это тоже вопрос, это не просто что-то Он решил придумать и сделать какой-то отдельный Завет, об этом написано в послании Иеремии, в пророках в 31 главе, и Он говорит, с домом Израиля и с домом Иуды Я заключу Новый Завет, не с каким-то другим народом, не с какой-то другой группой людей, Он говорит, нет, с домом Израиля и с домом Иуды Я заключу Новый Завет, не такой, говорит, Завет, как Я заключил с отцами их в пустыне, когда вывел их из Египта, но другой Завет, когда Я возьму Тору, которая есть, которую видим, с которой сегодня мы будем радоваться, Он говорит, и вот это вот слово Я запишу на скрижалях их сердца, вот это вот слово Я во внутренность их ставлю. И тогда уже написано там, каждый будет знать Меня. Ишуа говорит, кто жаждет, иди и пей. Кто принимает Мессию, то вот это вот Тора через Него, она записывается на скрижалях его сердца. Тогда он уже может быть, не читая вот это Писание, он начинает быть более чувствительным к каким-то определенным вещам. Он чувствует, как себя вести и как не вести. Или он что-то делает и вдруг начинает его внутри, его совесть облесчать, потому что она очищается. И вот этот вот праздник, радость Торы, Симхат Тора, когда Израиль берет вот это вот слово, которое для него живое. И он просто радуется, что он приобрел это, что он может читать и научаться. И происходит изменение в жизни человека. И я хочу, чтобы мы могли сейчас помолиться. Саш, мы помолимся о благословении, чтобы как раньше народ израильский молился, можно встать даже, чтобы Бог послал и благословил нашу землю, чтобы она была плодовитой и обильной. А потом, Андрей, помолишься о пробуждении в духе. Знаете, прежде чем помолиться за дождь, мне хотелось бы буквально пару слов сказать о дожде и о смысле этого. Мы живем в век технологий, как я вам говорил, даже книги сейчас меняются. Они выглядят по-другому, они работают по-другому. И мы живем, иначе сказать, век информации. И многие из нас знают ту информацию, которую раньше было с трудом найти. Скажите, на сколько процентов наших тела состоят из воды? 80. Еще? 96. 90. Это все нормально. Знаете такую пословицу, где три еврея, там пять мнений? Это все хорошо, все нормально. Действительно, особенность нашей страны, нашей нации такая, что когда мы собираемся, мы любим поспорить друг с другом о наших убеждениях, о наших взглядах. Но, тем не менее, это не мешает нам оставаться друзьями. И даже самые закоренелые противники друг друга являются друзьями и братьями. Это особенность Израиля. Помните об этом? У нас, когда спорят, не дерутся. У нас, когда спорят, потом обнимаются и целуются. Не важно, насколько именно процентов. Важно, что нам много процентов. И уже это говорит о том, насколько важна вода для организма человека. Те, кто прожил в Израиле год, возможно, даже меньше, уже знают, насколько важно каждый день употреблять полтора-два литра воды, помимо всех остальных, чая, кофе и прочего-прочего. Я хочу сейчас сказать новым репатриантам особенно, возьмите это пожелание очень серьезно. Вы слышали такое слово обезвоживание, да? И в Израиле это работает очень просто. Как только вы почувствовали вдруг странную головную боль, ее часто называют по-всякому, и мигрень, и прочее, вы со временем научитесь ее распознавать. Это означает, что в вашем организме недостаточно воды. И лекарство одно, это не таблетки, это пить сразу же много воды. Вода очень важна, и особенно здесь в Израиле. И поэтому точно так же, как вода важна для нашего организма, так важен дождь для нашей страны. Как организм начинает высыхаться и закрываться, когда не хватает воды, так и земля потихоньку начинает закрываться. Вот как цветы раскрываются и закрываются, бутоны, так и земля. Наш Израиль вы слышали, что вода поступает из Кенерета, из озера Кенерета. И мы любим смотреть за уровнем Кенерета больше и меньше, особенно после зимы. Дожди здесь бывают не круглый год, а только с конца осени и где-то до середины весны. И поэтому дожди очень важны для нас. Мы смотрим, как поднимается Кенерет или опускается, и начинаем волноваться. Но слава богу, помимо Кенерета есть, это только третья часть, откуда берется вода. Она берется не из храна, а из различных источников, которые попадают в хран. Но все же очень важное значение имеет дождь. Если Бог благословляет, Он посылает дождь. Не зря Бог определил для евреев именно эту землю. Потому что именно здесь мы как в никакой мере зависим от Бога. Если Бог посылает дождь, есть благословение, есть урожайство. Если Бог не посылает дождя, то потихоньку земля закрывается и нет урожая. Мы живем здесь, я живу здесь уже больше 12 лет, но до сих пор я не знаю названия и вкус всех фруктов и овощей, которые здесь произрастают. И это одно из благословений Божьих. Поэтому так важно то, что Дима говорил, когда на суббот молятся о дожде, чтобы Бог благословил и послал дождь. Я сам родом из Белоруссии, когда там шел дождь. Посмотрели в окно и говорили, о, опять дождь. Здесь люди радуются, когда идет дождь. Дождь – это означает благословение. Можно поставить знак «равно» для Израиля. Многие вещи, которые для других народов имеют одно значение, для Израиля имеют другое. И дождь для Израиля означает благословение. Я хочу помолиться сейчас о дожде. Не только о дожде, который капает с неба, но и о дожде, о благословении, которое Бог посылает каждому из нас. Потому что есть дождь, который вода, а есть дождь, когда Бог посылает благословение в нашу жизнь. И оно открывается. Наша жизнь расцветает. Мое пожелание, чтобы жизнь ваша расцветала. Расцветала от дождя Божьих благословений, от тех возможностей, которые Бог откроет для вас. И чтобы мы были достойны принять эти благословения. Были способны оценить, понять, поблагодарить. Господь Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что мы находимся в Твоей руке. И наше благосостояние зависит только от Тебя, Господь. Оно не зависит от падения или взлета, рынок, акций, золота, бриллиантов или каких-то других вещей, хотя и этих Ты благословил, Израиль. Оно зависит только от Тебя, Господь. Если Ты открываешь, никто не закроет. Если Ты благословляешь, никто этого не отнимет. Даже если хотят. Наша жизнь в руках Твоих, Господь. Наша страна в руках Твоих и перед лицом Твоим. И мы просим Тебя, благослови, Израиль. Благослови, Израиль, и пошли дождь. Чтоб было достаточно дождя, чтоб земля под плодородила различными плодами и было достаточно и для нас, и для других людей. Чтоб это приносило нам радость и благословение. Также я прошу Тебя, Господь, благослови нас дождем Твоих благословений. Чтоб этот год был годом открытых дверей для нас, для всех тех, кто снова приехал, вернулся в Израиль, для новых патриантов, для тех людей, которые уже здесь многие годы живут. Чтоб это был год открытых дверей от Тебя. Благослови нас убедить этим дверей. Благослови нас быть достойными и способными войти в них, чтобы жить достойно Святого Твоего Игоря. И благослови наши страны. А мы благословляем Твое Святого Игоря. Будь благословен Господи Бог наш, Царь Небо и Центрик, Бог Абраама и Царь Криятного. Бог наш. Аминь. Давид, ты можешь высветить Евангелие от Иоанна 7 главу? Чтоб мы 7 главу. Чтоб мы еще раз вместе могли прочитать вот эти стихи, которые сейчас Давид высветит. И также продолжить помолиться. Знаю, что многие, которые здесь находятся, может быть, первый раз вообще находятся в таком месте, где кто-то молится кому-то, где обращаются к Богу, потому что знают, что все зависит от Него. И может быть, для вас это сейчас кажется странным, но Господь может излить на вас что-то особенное и изменить вашу жизнь. 7 глава от Иоанна. И как я уже сказал, что когда-то в Иерусалиме этот день, он был великим днем. И Ишуа, он пришел на этот праздник. И вот вы можете прочитать. «В последний же великий день праздника стоял Ишуа и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой». Дальше. «Сио сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Ишуа еще не был прославлен». Дух Святой. Многие даже не понимают, о чем идет речь. Но это что-то особенное, когда Бог вкладывает в вас часть самого себя. Когда у вас возобновляются с ним личные отношения, и когда вы чувствуете лично его любовь, это, знаете, это что-то особенное. Потому что когда Адам, Ихова, Ева, они были в Эдемском саду, у них было вот это вот отношение особенное с Богом, и они пришли на личную встречу с Богом. Это что-то, что многим из людей, которые живут в этом мире, им этого не хватает, вот этой любви. Потому что каждый из нас, когда Он приходит в этот мир, когда Он рождается, Он нуждается в любви. Но не каждый ее получает в своей жизни. Но Бог, Он желает даровать эту любовь каждому. Он желает, чтобы живые отношения были. Как Адам хотел искать Бога и общаться с Ним, для этого и был создан человек. Так Бог желает, чтобы у Него было общение с каждым из вас и с каждым человеком на всей земле. Я хочу, чтобы мы могли помолиться вот об этих стихах.